Я лично не знала Олега Сенцова, но я смотрела его фильм «Гаммер», который мне очень понравился. Это невероятно талантливая и честная работа, трагическая, которая на самом деле обещала, что, в общем-то, будущее Олега может быть очень большим в творческом плане. Очень жаль, что его творческая карьера сейчас остановилась, и я очень надеюсь, что это временно. Фильм был показан на разных фестивалях, в том числе в России, и получал призы, так что Олег известен в профессиональных кругах. Но этот процесс, показательный процесс, который сейчас происходит с Олегом, сделал его знаковой фигурой. И приковал в гибание очень многих людей по всему миру. И это очень хорошо, потому что я надеюсь, что поддержка международного сообщества, профессионального и, скажем, тех людей, которым просто очень важно, что происходит в России, поможет скорейшему освобождению Олега из тюрьмы. Что бы я сказала людям, которые сейчас его судят? Мне кажется, что нужно, прежде всего, руководствоваться фактами, а не домыслами и страхами, будь то страхами перед Украиной, которая своим Майданом, в общем-то, показала, что хочет жить по собственным законам и создавать собственное будущее, будь то страхами перед российской властью, которая, к сожалению, нынешней политикой только усугубляет политический и экономический кризис в России. И этот показательный процесс, безусловно, портит репутацию России на международной площадке. Это очень-очень жаль, это очень волнует. Что бы я сказала Олегу, если бы у меня была возможность с ним лично встретиться и поговорить? Я бы сказала так. Держитесь, Олег, берегите свое здоровье и запоминайте все, что вы увидите перед собой. Возможно, именно это вам когда-нибудь пригодится в вашем творчестве. Или на худой конец станет сюжетом для ваших мемуаров. Еще бы я добавила свою любимую фразу. Что то, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Свободу Олегу Сенцову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok